Добрый день! Сегодня первая тамуза. Откуда это название тамузы? Оказывается, все названия еврейских месяцев, они персидские, пришли из персидского языка, заимствованы. В Торе нет названия у месяцев. Есть нумерация. Первый месяц, второй, третий, четвертый. Причем есть двойная нумерация. Есть нумерация от Ниссан, есть нумерация от Тишре, то есть от месяца выхода из Египта и от месяца сотворения мира, от месяца начала, когда был создан первый человек. Так вот эти заимствованные названия, когда они были заимствованы? В конце Вавилонского изгнания. Во время Вавилонского изгнания произошло там изменение власти. Сначала это была власть Вавилона, потом это была власть Мидии и потом это власть Персии. Когда мы говорим про события Пурима, тогда это уже была Персидская империя. Так вот, там мы заимствовали эти названия месяцев. Почему, как, для чего, случайно ли они оказались частью нашего календаря, если Тура не дала нам название месяцев? Есть некоторые месяцы, которые называются, Яр называется месяц Зив, Сияние. Есть месяц Буль, то есть месяц, когда много бульканье воды. Про Хишван это говорится. Теперь, с чем это связано? На этот вопрос дает ответ Рамбан. Он говорит, что эти названия мы взяли в память об избавлении из Вавилонского изгнания. Точно так же, как название или отчет нумерации месяцев в Торе от Ниссана, месяца избавления из египетского рабства. И там написано, Ходэ Шазэ Лахэм будет вам первым месяцем. Почему? Потому что вы его отсчитываете, от него вы будете отсчитывать период вашего избавления. То же самое, вы, выходя из Вавилонского изгнания, забираете эти названия. Почему? Потому что вы избавились от Вавилонского изгнания. То есть, как бы это напоминание о том, что мы вышли из Вавилона, который был на тот момент под властью персов. Мы берем эти месяца и помним, что мы их заимствовали, и теперь тем самым помним это избавление. Окей, хорошо. Но есть еще один пример. В субботу то же самое. Мы-то отчитываем первый день от субботы, второй день от субботы. А суббота, шаббат, это, так сказать, как бы день основной. Мы к нему идем, от него отчитываем. То есть, все здесь тоже. Мы как бы помним, мы считаем время. Мы вышли из, избавились от Вавилонского изгнания. Теперь, тут очень интересный вопрос. Само название Томуз на персидском означает название какого-то идола. Идола, представляете? Причем, какого идола? Это был идол женщины с соловьяными глазами. Они зажигали внутри нее огонь. Олово начинало плавиться. Она раскалялась, вся эта, этот идол этой женщины. И тогда жрецы утверждали, что она, так сказать, на протянутые руки просит себе жертвовать. От этого заклали. Жуть, да? Детей, да? Которые сгорали вот на вот этом вот раскаленном идоле. Вот такая была такая форма жертвоприношения. Это жутчайшая абсолютная вещь. Смысл этого означал в том, что, так сказать, готовы отдать все свое будущее ради этого идола. Как же мы берем это название и им пользуемся? Вообще непонятно. Как такое может быть? У нас есть Аллаха, что даже нельзя упоминать название идолов. Ло и Шама альпиха. Невозможно, название идола даже упоминать устами нельзя. А как же быть? Почему мы тогда используем это название? Месяца Томуз мы говорим, используем его в качестве названия месяца. Вот уже, так сказать, после Вавилонского изгнания, возвращения из Вавилонского изгнания мы используем. Очень интересный ответ. Во-первых, такой закон. Что делает, если был идолок какой-то и был некий идолопоклонник, который поклонялся этому идолку? Кланялся ему, принесло жертвоприношение. Потом он взял и понял, что это Авода Зара, вот этот идол, он никак не помогает. Он его сам аннулирует, он пренебрегает, он на него плюет, он его там уничтожает, он к нему относится уже не... В таком случае мы не считаем этот идол тоже предметом культа. То есть если до этого он был нам запрещен к использованию, к упоминанию и так далее, после того, когда его аннулировал его же поклонник, его же служитель, то есть он в его глазах перестал нести какую-либо божественную смысл, псевдо-божественную, понятно. После этого мы тоже к нему перестаем относиться. Он обычный предмет, это просто обычный предмет. Теперь получается так, мы взяли это название, показываем, что мы победили эту культуру. Вот такой смысл. Более того, в этой культуре больше, самой культуры больше нет. Само название перестало нести вообще какой-либо смысл. То есть мы как будто взяли бы этот предмет как упоминание, взяли это название, но более того, даже ему дали другой смысл. Если упоминать местами буквы, то аббревиатура будет время Чувы, время возвращения ко Всевышнему, оно приближается и приходит. То есть если посмотреть. Зманей Чува, Мимш Мшим Убаим, Тамуз. То есть мы взяли это название, его уже, этой культуры, псевдо-культуры, делопоклонства, ее больше не существует. Мы помним, что мы вышли из этого жуткого изгнания, помним уже две с половиной тысячи лет, используем это название, имеем в нем другое значение. Вкладываем в него другой смысл, другое значение. Тем самым мы показываем, мы взяли этот предмет и сделали его святым для использования, служения Всевышнему. Мы видим, что царь Давид тоже так делал. Когда-то попал какой-то предмет, попал ему в руки, этим предметом служили какому-то идолу. Он его поменял и наоборот сделал из него какой-то предмет служения Всевышнему. То есть берется та реальность, которая вроде бы была против Бога, она переворачивается, поскольку она больше не имеет смысла в глазах даже самого этого идолопоклонника. Переворачивается, все заново меняется, и как бы та же самая материя, можно ее использовать для служения Всевышнему. Получается такая вещь. Нет материи какой-то, которая однозначно против Бога или за Бога. Материя нейтральна. То есть человек от его выбора зависит, для чего будет использована какая-либо материальность. Что-то в этом мире, название, предмет, какой-то материал, все что угодно. Все зависит только от выбора человека. Если человек его берет для служения Всевышнему, это угодно Богу, это правильное использование этого мира. Если он начинает это использовать для служения идолом, идет на обратном направлении, значит это не угодно Богу. Материя нейтральна. Все зависит от нашего выбора. Вот это вот, так сказать, основная идея, которую мы хотим пронести вместе с Томуз. Есть еще одно, как бы, простое объяснение, что это название означает раскаленный месяц. Как вот это раскаленное божество такое, да, псевдобожество. Оно было раскаленное. Также месяц это раскаленное, самый жаркий в году. Но меня оно не удовлетворяет. То объяснение, которое мы сейчас дали, мне кажется, оно гораздо более глубокое, гораздо более всеобъемлющее. Большое спасибо. Большое спасибо.